Всем привет! 31 марта, 14.00, формула семьи в эфире, и мы начинаем. Сегодня пятница, последний день недели, самый радостный для тех, кто работает с графиком 5.2, скоро пойдем все домой. А в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Хотел сказать доброе утро, добрый день, друзья дорогие. Может, у вас и утро? Не, у меня такое ощущение, что погода, я пока шел на радио, снег, дождь, и почему-то утро. Я хочу проснуться, и чтобы было солнышко, было тепло, так хочется. И сголодалась душа моя по теплу. Мы обязательно дождемся. Ну а пока тепла нет, будем говорить на важные вещи, касаемо семьи, сферы семейных отношений. Сегодня у нас тема «Учимся извиняться перед ребенком». Я считаю это суперважной темой, потому что, на мой взгляд, большинство родителей не умеют, не хотят и не считают вообще важным извиняться перед ребенком. Он же ребенок. Ну, согласен с тобой, что не умеет этому и не учат. И вообще, мне кажется, что в нашем контексте, в котором мы живем, как-то с извинениями всегда очень плоховато. Вот почему-то, ну даже в обществе мы извиняемся с трудом. Ну, вы знаете, когда ты извиняешься перед взрослым человеком, ты хотя бы чувствуешь себе более-менее равного в ситуации. Ну, то есть человек точно поймет. А извиняться перед ребенком втройне сложнее, потому что ты не понимаешь, поймет он, не поймет. И для многих родителей это как раз отговорка. Да он еще маленький, он ничего не понимает, но он даже и не понял, что я виноват. Да, конечно, не понял. Ну, понимаешь, мы все-таки живем на стыке Восток и Запад. Вчера у меня была встреча с одним товарищем таким, у него трое детей взрослых. И вот мы говорили о принципах воспитания, говорили о восточной культуре и о западной. Вот западная культура, это когда дети уходят, ну, как только они могут уйти, как можно раньше, и потом родители наслаждаются жизнью, сами как могут, у них есть пенсия. Это вот такой вариант, то есть они все независимы. А вот в восточной культуре родители вкладывают все, что у них есть, своих детей, и потом, когда дети становятся взрослыми, у детей есть такая обязанность беречь своих родителей и помогать им. И, не знаю, такая пословица или поговорка есть, что вот первая машина, которую должен купить ребенок, он должен купить своему родителю, своему отцу или своей маме. Вот представляешь, а мы вот здесь на каком-то стыке таком живем, как всегда, и все вот это вот, это вот когда холодная вода с горячей встречается, и вот получаются какие-то ураганы. И мне кажется, немножко вот какие-то перекосы есть в нашем воспитании, в нашем мироощущении, и мы, бедные, вот где-то и на запад посматриваем, и где-то у нас есть восточные корни, и вот, по-моему, какой-то такой замес неудобово-разумительный бывает. Я с вами абсолютно согласна. Ты вырастаешь и понимаешь, что ты находишься в когнитивном диссонансе. С одной стороны, ты хочешь жить уже взрослой отдельной жизнью для себя, с другой стороны, есть какое-то непонятное такое облако, шлейф сзади тебя, который называется долг отдать родителям за то, что они вложили в тебя. Причем, естественно, речь не о деньгах, а об отношении, о каких-то вот благах, наверное, вот так. Это сложно в этом состоянии находиться. Я просто сейчас в нем, поэтому я понимаю. Ну, будем разбирать всю эту кучу, весь этот когнитивный диссонанс, который у Эльвира сложился. Ну, во-первых, у некоторых родителей есть такое понимание, что он же родитель, он же родил, он же воспитывает, он же тратит свои собственные кровно заработанные денежки на этого ребенка кричащего и шалящего, и который еще неправильно что-то делает. И поэтому вот такая установка, установка то, что это ребенок, и этот ребенок должен априори все делать так, как я хочу. И он, зачем я буду извиняться перед ним, он же ребенок, а я взрослый, поэтому такая установка, взрослый всегда прав. Это вот мне нравится, что некоторые женщины так говорят, женщина всегда права. Вот в некоторых семьях бывает так, женщина, вот я консультирую, вот одна заявила, а женщина всегда права. Вот я там чуть с дуба не рухнула или со стола не упал. А слушайте, а я, наоборот, видела такую тенденцию, даже девочки в футболках таких ходят с надписью «мужик всегда прав». Ну, понятно, в некоторых семьях мужик всегда прав, где-то теща всегда права, где-то свекровь всегда права. Вот всегда есть какой-то человек, который почему-то должен быть всегда прав. То есть вот мы очень тяжело ищем компромиссы, мы очень тяжело идем на диалог. Вообще у нас диалоговая форма, как метод общения, она очень туго протекает. У нас декларативное общение, то есть мы выдаем определенную порцию претензий, мы отворачиваемся от человека, обижаемся на человека и уходим в сторону, да, и наказываем его тем самым. Мы не договариваемся, мы не учимся договариваться, у нас в школе этому не учат. Вот есть правильный ответ и больше другого ответа нет. И поэтому вот так мы и общаемся. Вот есть мое ожидание, есть мое понимание, я прав, ты виноват, поэтому я тебя обидел, я тебя наказал, еще ты должен у меня попросить прощения. Это верх, мне кажется. Это верх, но мы же в этом живем. Ну так оно происходит. И поэтому, когда наступает подростковый возраст, наступает все самое интересное. Почему крышу сносит, почему все взрывается и так далее. Это происходит не только на физиологическом уровне, это происходит и на ментальном уровне, потому что еще на эмоциональном, конечно, уровне, когда ребенок все в себя это вбирает, потом у него начинается вот этот вот перелом в его жизни, и он понимает, что он уже взрослый, и он начинает вести себя точно так же, как и у взрослого, только уже в более ярких и усиленных вариациях. И достается по полной программе папе с мамой вот как только можно. Просто мне даже жалко бывает этих родителей, которые воспитывали, которые держали своего ребенка, которые с ним не разговаривали, которые учили его ходить по струнке, по половице, и он так и делал, потому что он голоса-то не имел, он права не имел, а в какой-то степени он был тварь дрожащая. И вот сейчас наступил тот момент, когда он уже взрослый, он уже вошел в это состояние, и у подростка, у него же нет эмоциональных барьеров, он же будет нести все, что в голову пришло, потому что вот он понял, что он взрослый, и теперь он достанется от меня. Где-то вот, где-то, как бы это он показывает своим родителям. И жалко мне, вот мне жалко, потому что, к сожалению, барьер настолько высок, к сожалению, настолько высока стена, что родители вообще ничего не понимают, они находятся в глубоком ауте, и вообще они не узнают своего ребенка, и, наверное, единственное желание, которое у них возникает, заберите его от меня поскорее. У нас есть одно сообщение, не совсем в тему, но ответим на него. Никита нам пишет. Однажды мне в метро девушка наступила каблуком шпилькой с железной набойкой на палец сквозь сандалию. Кусок пальца срезала, кровище брызжет вокруг. Знаете, что она сказала? Ой, извините. А что толку от извинений? Некоторым так и хочется сказать, куда им следовало бы засунуть эти извинения. Имхо. Извинения не нужны концептуально. Нужно возмещение убытка. А есть ли убыток психологический? Это нужно посчитать, сколько йода и марли ушло на ваш палец? Или как? Или какой-то есть... Ну, бывают убийства по неосторожности, даже такая статья есть в уголовном кодексе. Вот я не думаю, что она специально метила вот вам в дырку сандалия попасть этим каблуком. Но, по всей видимости, девушка не проявила эмпатию, сострадание к вам, и вы вот так вот сгоряченно сейчас нам это пишете. Она могла засмущаться, например. Она же тоже не ожидала этого ситуации. Может быть. Но я так понял, что эта девушка, она как-то вот... Ну, не прочувствовала она ту боль, которую молодой человек испытал в своем сандале, завалился кровью и так далее. Ну, бывает. Но опять... Я думаю, что, может быть, вам стоило как-то обратить на нее внимание, сказать, девушка, ну, пожалуйста, ну, помогите мне в таком случае еще что-либо. Надо людей учить. Мы страдаем от того, что, к сожалению, люди, которые понимают, как правильно, они почему-то думают, что те, которые не делают, как правильно и как нужно, они думают, что они каким-то чудным образом должны до этого созреть. Какой-то вот у них должен произойти какой-то, ну, я не знаю, нарыв, надрыв или что-то, какое-то озарение, осенение. И раз человек это понял, и раз он научился проявлять эмпатию, он научился проявлять сострадание, он научился говорить, извините, он научился там еще что-то делать. Да нет, мои хорошие, я думаю, что мы в обществе, мы должны помогать друг другу, становиться лучше и учить друг друга. С семьи, конечно, все начинается. Если вы ребенка своего научили говорить спокойной ночи или приятного аппетита, или спасибо папа, спасибо мама, то это ребенок будет делать и дальше, он это будет транслировать и в том сообществе, в котором он будет находиться. А если у нас в семье очень, в кавычках, все демократично, и каждый делает, что хочет, или папа главный, и все подстраивается под нему, и папа ни перед кем не извиняется, он вообще, он у нас босс во всех отношениях. Ну а что вы тогда хотите? Ну вот такие боссы и вырастают. Назовем их условно такая позолоченная молодежь. Вот есть золотая молодежь, которая ездит на дорогих машинах по Москве, а есть позолоченная молодежь, или так называют, с налетиком с таким небольшим, которая вся остальная, у которой есть какие-то, ну, может быть, там, привилегии, может быть, какие-то денежки есть. Ну вот они в метро, еще где-то. Они вот такие позолоченные, не реагирующие практически ни на что. У нас постепенно эфир-то скатывается не как извиняться перед ребенком, а как заставить ребенка извиниться. Ну ладно. Ну, потому что мы так очень долго отвечали на Никите на сообщения, но продолжаем, да, вот мы продолжаем разбирать эту ситуацию, и в конце эфира, конечно же, я скажу о том, как извиняться вообще, как подойти к этому моменту. Давайте сейчас еще ключевой такой вопрос слушателям зададим в эфире, и будет ответ. Давайте. Давайте. Какой? А, ключевой вопрос. Во-первых, хочется, чтобы вы поделились, может быть, вы родитель или вы дитёй, может быть, вы живете с ощущением того, что ваши родители никогда не извинялись, и они вас, ну, постоянно муштровали, коробили за что-то и так далее. У вас какая-то боль осталась. Поделитесь этой болью с нами сегодня. Или наоборот, родители были очень хорошие в вашей жизни, и они извинялись перед вами. Они где-то, может быть, вставали на коленки, когда вам было 5 лет, и они вот один уровень глаз у вас совпадал, они смотрели вам в глаза и обнимали вас, и говорили, прости, сынок, прости, сынок, и целовали вас в маковку, и ваше сердце вновь трепетало и любило своего папу или маму. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Формула семьи». Тема сегодня «Учимся извиняться перед ребенком». На дворе 31 марта, 14.12. Поехали дальше. Едем дальше, но понятно, что не всегда затенчиком конфликта являются родители. Не всегда у них обвинения. Либо иногда дети провоцируют. Они провоцируют своим поведением. Они провоцируют своими словами. Они провоцируют своим непослушанием. Но в любом случае, что когда происходит конфликт, в любом случае, то этот конфликт нужно разобрать. И в любом случае, что есть одна сторона и вторая. И порой родитель, он на эту провокацию реагирует. И реагирует недолжным образом. Он начинает, например, кричать с таким эмоциональным надрывом. Он говорит, да сколько это можно? Да сколько тебе говорить? И так далее. Вот ребенок там что-то раскидал, ребенок там опоздал, ребенок там что-то порвал, что-то сделал, ну или что-то сказал в ответ. Не буду я чистить зубы. И все, у мамы крышу сносит. Но терпение, извините меня, не резиновое. Нет, я же не говорю, что терпение должно быть резиновым. Конечно, нет. Но вот когда терпение не резиновое лопнуло, когда она сорвалась на ребенке, и вот потом самое главное должно и начаться. Разбор полетов, разбор этого конфликта. Она должна ребенку объяснить, и она должна принести извинения вот за свое неправильное, вот есть такое неликвидное поведение. Неправильное поведение, за свое вот такое, ну жесткое поведение, жестокое, может быть. А обычно как бывает? Ты понимаешь, что надо зубы чистить, да? Ты понимаешь, что ты был неправ, да? Извинись. Извини. Вот молодец, теперь можешь выйти из угла и идти гулять. Вот обычно так. Обычно вот в это скатываешь. Мне нравится метода задавания вопросов. Я очень люблю ее, я всегда задаю вопросы своим детям. Я спрашиваю, ну как ты думаешь, вот почему произошла эта ситуация? Как ты думаешь, почему папа вот сейчас рассердился на тебя? И вот, так мне всегда так интересно, когда ребенок, он на какое-то мгновение он начинает думать, у меня такое ощущение, как будто два полушария, они так трутся друг от друга, там происходит какой-то такой, какой-то обмен информации, и он начинает думать, и начинает вот что-то там выдавать тебе. Выдавать именно то, вот то понимание, которое есть у него. И это очень важное понимание, потому что вот, чтобы достать его и увидеть, на основании чего вот все он это сотворил. Потом следующий вопрос. А как ты думаешь, как я должен был прореагировать? А как ты должен прореагировать? И вот ты вступаешь в диалоговую форму, ты помогаешь своему ребенку осознать, интерпретировать свое собственное поведение, и им же интерпретировать твое неправильное поведение. И вот он когда понимает, что он неправ, и когда он понимает, что вы были неправы, вот за свою часть, за которую вы были неправы, вы говорите там, Паш, сынок, ну прости меня, вот я здесь вот, я был неправ, я накричал на тебя, и этого не стоило делать. И вот мы всегда должны понимать, чего мы хотим. Вот это самое главное. Если мы хотим воспитать адекватного сына, который будет любящим сыном, которому будет там 20-25, который будет заботливым сыном, который будет чувствовать и понимать своих родителей, то нужно так. А если мы хотим воспитать абсолютно закрытого человека, который вот, как закончит школу, поступит в институт, простите за это слово, и свалит из вашей жизни, и когда вы будете нуждаться в помощи, его ваши болезни, его ваши немощи, они касаться абсолютно не будут, он не будет на них реагировать, потому что вы не научили его этому, потому что вы не научили его к состраданию, и не научили его к пониманию этой проблематики, к анализу этой проблематики, понимаете, потому что ведь нужно же анализировать ту ситуацию, которая складывается. Еще для взрослых очень важно понимать, для того, чтобы вот принести извинения, они же не должны быть просто такими формальными, вот как Никита сегодня написал. Вот она наступила, проколол мне палец, куски мяса разлетелись в сторону, и по метро все забрызганы. В общем, и она сказала, ну извините, ну я же не наорошена, ну извините меня. Ведь дети, они не очень понимают всю интеллектуальную нить нашей вербальной бязи, но они чувствуют, фальшивите или вы нет, ну как формально вы говорите или нет. Ребенок чувствует это. И если вы скажете, ну там Паш, или Саш, или Миша, или там Маша, извини меня, я не хотел тебе это сказать. Но это становится формальной фразой, за которой абсолютно ничего не стоит. И вот этих формальных фраз, это вот как чиновники отписки пишут вам, у вас какая-то проблема, у вас какая-то нужда, вы пишете куда-то в какой-то департамент жалобу, потому что, ну я вот недавно смотрел новости, и там репортаж был о женщине с ребенком, которую там вследствие чего-то там выгоняли из квартиры, вообще в никуда. Она плачет, у нее там есть дежурный чемодан, потому что уже предписание суда есть, что ее должны вытурить из этой квартиры, и она говорит, я иду в никуда. И чиновники отписываются, потому что формально ответ есть. Формально они написали какие-то буквы, какие-то там тире, какие-то номера поставили, но это не решает вообще ничего, это наоборот усугубляет еще холодное сердце. Я всегда переживаю о том, что порой семьи бывают очень холодными, там нет тепла, там нет этих отношений. И очень важно понимать, вот как ребенок, как ребенок все это воспринимает, вот что с ним происходит. Вот когда есть нежелание родителя попросить прощения, потому что ведь поймите, что ребенок, когда вы его ругаете за что-то, а ведь когда мы его ругаем, когда мы входим в эмоциональный раж, мы же начинаем свою речь, свое обвинение выстраивать очень глубоко и очень объемно. Мы сюда приплетаем что-то еще, и ребенок чувствует себя виноватым, униженным, уничиженным, и вот таким, ну как можно сказать, какой-то жертвой такой, и он чувствует, что его не любят. И мы не задаемся этим вопросом, мы не начинаем думать, а что чувствует ребенок во всей этой заварушке, во всей этой петрушке. Вот когда мы начинаем думать об этом, а что чувствует мой ребенок, вот когда ему три года, и когда он опрокинул чашку с чаем или с чем-то еще, может быть, вашу любимую чашку, вы на него наорали, потому что вам эта чашка досталась от прабабушки, а ребенок просто ее столкнул, потому что, ну, заигрался. И что? И вы наорали на ребенка. А потом, типа, он проплакался, он обиделся, он как-то отстранился от вас. Ну, понятно, вы понимаете, что ребенок виноват, чашки больше нет, и как бы дальше мы продолжаем себя вести, как будто ничего не было. Вот эта ситуация должна быть завершена. Там должна быть поставлена точка, чтобы вот этот вот глубокий след, потому что ребенок может не помнить всего этого, то, что вы ему сказали, но вот эта ситуация, она остается глубоким следом в его сердце. И поэтому, друзья мои, мы должны задумываться над тем, что чувствуют наши дети. Когда происходит конфликтная ситуация, конечно же, мы, взрослые, должны делать шаг навстречу. Мы, я, как отец, вы, как родители, вы должны делать шаг навстречу, потому что у вас больше опыта, у вас и сердце больше в прямом и в переносном смысле, которое способно прощать, признавать ошибки, дарить любовь. И делайте этот первый шаг навстречу. Начинайте говорить со своим ребенком. Ну, не уходите. Вот я сейчас, ты наказан, я тебя наказываю за это, за это, за это. Я ухожу от тебя, закрываю дверь за ребенком и уходят. Вообще, когда ребенка вы оставляете один на один с своей проблемой, с вашей руганью или с вашим таким высказыванием в отношении него, то там очень такие глубокие раны вы наносите тем самым своему ребеночку. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я вот хочу поделиться своим опытом. У меня вот трое детей, сейчас шесть внуков и два внука у меня в армии. Значит, три внука и три внучки. Старший сын взял двух девочек из интерната, они двойняшки. Слава Богу, такие хорошенькие. И еще одна девочка родилась, сейчас я два годика. Я хочу сказать, вот как мы, родители, очень много сил положили с детских лет. Очень трудно, очень трудно ставить детей на ноги. Вот я вам хочу рассказать один такой случай. Значит, у меня, значит, ребенок 72-й год, 75-й, два сына, и дочка 79-й. Значит, девочке было где-то три годика. И однажды я, когда пришла, говорю, Оленька, я пойду мыть посуду, а ты, пожалуйста, сиди спокойно. Вот тебе куколки, играй. А вот эту куклу не трогай. Она была на шкафу. И представьте себе, запретный плод, он всегда сладок. И вдруг получилось так. Я слышу, что кто-то падает, какой-то треск в комнате. Меня такой объял страх. Я вам передать не могу. Я вхожу в комнату, вижу такой случай. У нас аквариум был круглый. Там мне старший сын отстаивал воду для рыбок. И, оказывается, она взяла маленькую скамеечку, залезла на батарейку и потянулась на шкаф, чтобы взять куклу. И потеряла равновесие и падает на этот аквариум. И зацепилась рукой за этот аквариум, но он же так округлый. Она, когда падала, она хотела зацепиться. И аквариум треснул. И она своим весом упала на пол. И представьте, что было со мной, когда я пришла в комнату, я увидела. Это был ужас. Но я, так как христианка, мы с мужем верующие, вы знаете, меня такой страх объял. Она, когда увидела меня, и сразу, мамочка, прости меня, мамочка, прости меня. А что я увидела, она, когда ухватилась, по-моему, левой, я уже не помню, левой рукой. И острием, когда она своим телом прокинула вот этот аквариум, он треснул. И острие попало на палец, на второй палец. И чуть-чуть прорезал ей. И кровь, значит, когда, ну, сгоряча, она не почувствовала сначала. Но она увидела, что я зашла, понимаете? Она испугалась. Я тут же увидела быстро, думаю, Господь, что мне делать? Вы представляете, какая реакция? Думаю, здесь нужно быстрее кровь остановить, и тут же нужно скорую вызвать, понимаете? Ну, быстро у меня там под рукой был платок. Я быстро замотала ее палец, подбежала к телефону. Молюсь, дрожу, вызываю скорую, быстро они прилетели, вот, быстренько, значит, одели ее в машине. И скорая, значит, сделали ей первую помощь, оказали ей. Я говорю, только покажите нам палец. Я говорю, нет, я не могу разбинтовать, потому что ведь уже немножко прилипло. Сейчас будет ребенок плакать. И нет, они стали настаивать. Мама, мы должны все сейчас, мы же вызвали домой, мы должны все сейчас, все это в документе отметить, что с ребенком. И, значит, они стали как-то повязку сдернули, посмотрели, понимаете, это до кости было, до такой глубины был порез, до кости. Я когда увидела белую кость, у меня даже нехорошо стало. Нам уже тоже нехорошо тут в студии. Вот, но дело в том, что они быстренько там как-то сделали эту повязку, по-своему все сделали, привезли туда и сделали, вот, знаете, вот как на палочку, на палец. Они обработали и сказали, все это будет хорошо, там зашили все. Но одним словом я хочу сказать, вот почему ребенку, когда я сказала, что это нельзя трогать, она не послушала. Но ведь она же слышала, она же знает, что нельзя трогать. Это получается, знаете, почему? Потому что в человеке заложено вот еще сотворение мира, вот эта вот плоть, плоть Адама, она непослушная. Вот когда что-то с нами случается, тогда мы уже стараемся как-то остерегаться. А скажите, пожалуйста, вы все-таки на дочку в итоге не кричали, не ругались, вы спокойно отнеслись к этому или как? Понимаете, когда я увидела, я не могла. Да, в этот момент никогда нельзя кричать на ребенка, что бы ни случилось. Потому что ребенок, он, понимаете, может заикаться от страха, это может на всю жизнь отразиться на его психике. Понимаете, потому что когда я это увидела, меня это потрясло. Мне все, понимаете, все во мне остыло. И я думаю, господи, какой-то там крик, здесь жалость, здесь надо немедленно помочь ребенку. Здесь, какая там кукла, если бы я знала, что с ней это случится, да я бы, наверное, не знаю, все свои деньги, все бы отдала бы, к ногам ее положила. Спасибо вам громадное. Спасибо большое за звонок. Спасибо большое. Ну, проводили разные эксперименты, когда детей оставляли в закрытой комнате, там камеры или стекло Гизеля выставляли. И говорили, что вот эти конфеты там, которые лежат на тарелке, не трогайте. Дети вот первое время не трогали, а потом все-таки их трогали. Но, понимаете, как вам сказать, ведь решение ребенка, которое он понимает, я вот сейчас не помню, 5 лет девочке было, сколько? Если она 79-го, то это 3 годика, по-моему. 3 годика, но в 3 года, вы же понимаете, в 3 года еще ребенок, для ребенка вот это вот понимание, да, нет, можно, нельзя, очень, как вам сказать, у него еще пока формируется все это. И тем более вы же, мамочка, интересно, вы показали на эту куклу и сказали, что вот эту-то куклу ты не трогай. Ну, конечно, когда ты скажешь человеку, вот эту вот не трогай, а все остальное трогай, конечно же, вы заблудили интерес в ней, и она за ней полезла. Вот обычно я так не делаю, я всегда своим детям всегда все даю, тем более, что по своему опыту знаю, что если игрушки где-то наверху, это самые ценные игрушки, которые ребенок должен достать. Так с детьми нельзя поступать, вот это не трогай. Я в 3 года стояла возле магазина, и там была огромная-огромная лужа, это была весна, такая тухлая уже такая лужа. Я была в новом компензоне, и мама мне говорит, я сейчас за хлебом, а ты стой здесь, и видишь вот эту лужу, да, вижу, вот туда не лезь. Ну, зачем надо было это говорить? Естественно, когда она вышла из магазина, я была где? Правильно, посередине этой лужи. Ну, ты же ее освоила, теперь ты знаешь, что такое лужи, поэтому нормально. Я просто так поняла, что так нельзя детям говорить. Да, друзья мои, так мы говорили о том, что нужно сделать шаг навстречу, а дальше мы говорим о том, что обнимать детей своих надо. И вообще, для того, чтобы примириться, ну, иногда слова-то не помогают. Нужно обнять ребеночка своего, обнять его, сказать, что вы любите, что вы его прощаете, или извиняетесь перед ним, поцеловать его, обнять, для того, чтобы ребенок почувствовал, что вы его правду любите. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И под властем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Итак, «Формула семьи» продолжается. У нас есть сообщение, сообщение от Ирины. Про то, что ситуация должна быть завершена. У нас с мужем куча таких незавершенных, так как он предпочитает сделать вид, что все хорошо и жить дальше. Как быть? Ну, мы про детей говорили вообще-то. Как быть с мужем-то с вашим? Вот интересно, сколько мужа лет и сколько вы в браке. А что, мужья, между прочим, вернее, мужчины. Мужчины, да. Да, они дети еще долго. Они дети еще долго, а иногда навсегда. Это печально. Но надо найти какой-то способ научиться разговаривать с своим мужчиной. Вот, к сожалению, таких способов не так много, но надо найти. То есть надо сесть и начать разговаривать с ним. Вообще, я уже как-то говорил на своих консультациях, что чему я учу или чему я посвящаю свои консультации, я учу будущих супругов разговаривать друг с другом и понимать друг друга. Потому что все остальное они могут в книжке прочитать. Что такое свидание, первая брачная ночь, как-то относиться к деньгам, то, все, пятое, десятое. Это дело десятое всегда. Ну вот научиться разговаривать и понимать человека. Мне очень интересно посмотреть бы на вашего мужа и так далее. Может быть, через его интересы. Я не знаю, какой у него темперамент. Может быть, что-то ему приготовить. И возвращаться к этому ответу. Опять, нужно понять, почему он уходит от ответов. Почему это неприятный разговор для него. Может, модель поведения с детства такая воспитана. Может, его родители так себя вели, как мы сейчас и привели в пример. И он вот так себя и продолжает вести. Может быть. Но опять, женат страдает, надо же ей помогать. Поэтому очень трудно заочно сказать вам, что делать. Но опять, надо учиться разговаривать с ним. Ну, старайтесь потихонечку разговаривать через какие-то приятности, через какие-то хорошие слова. Только не напирайте, пожалуйста, на него. Так, ты что со мной не разговариваешь? Ты чего? Ты хочешь со мной поссориться, что ли? Ты что опять что-то скрываешь? Пожалуйста, я вас умоляю, дорогие жены, дорогие женщины. Не берите мужчин приступом. Приступом не приступом страха, а таким, как он, с косой, на баррикаду. Мужчин сильнее вас. Он вообще закроется в своей келье, и вы вообще не доверетесь туда. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, это вы, да. Добрый день. Я хочу сказать еще один случай, по-быстрому. Это про мою же опять дочку. Дорогие родители, я вас очень прошу, когда вашим детям вот исполняется такой возраст, где-то 3 годика, 5 лет, будьте, пожалуйста, нисходительны и очень-очень внимательны. Делайте скидки. Больше любви. Значит, с этой Олечкой получилось так. К нам в гости приезжала моя мама, и у нее с собой, знаете, вот какие-то, раньше были такие градусники, кругленькие. И вот она, в этом градуснике... С артутью вы имеете в виду. У нее были таблетки, там, элени розовые, от сердца там тоже были, вот, чтобы кислород, аллахол желтый. Много-много было этих таблеток, и она хранила вот в этой упаковочке. И однажды моя дочка подсмотрела за моей мамой. Она ставила вот эту вот пробирочку, молча взяла, взяла, значит, на кроватке, открыла и стала по одной таблетке класть в рот. А я в это время была в ванной, стирала белье. И думаю, господи, думаешь, в чем дело? Почему же так тихо? Она разговаривала с куклами, а сейчас затихла. И что же вы думаете? Я прибегаю, а она уже сидит и в таком уже сонном состоянии, уже так раскачивается. И на руке у нее вот эти вот таблетки. И я сразу догадалась. И я говорю, Оля, Оля, смотрю на нее, трясу ее. Смотрю, а у нее глаза уже вот такие полуоткрытые. Я сразу поняла, думаю, господи, что же, как же это получилось? Посмотрела эти таблетки, побежала быстрее к телефону, вызвала врача и говорю, немедленно, пожалуйста. А они мне говорят, скажите, какие там таблетки? Я говорю, я помню, что там от сердца, аллахол, еще розовые. А она очень любила эти дрожжи, которые я покупала ей в пакетике. Вот, дорогие родители, будьте очень внимательны. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, конечно, таблетки нужно прятать далеко и надолго. Тем более, элениум, элениум, вот этот элениум можно точно ребенка потерять. Я вообще не знаю, что это такое. Это от снотворда? Это от давления. От давления? Элениум от давления, он такой. Ну да, мне не скоро предстоит это узнать. Ну и хорошо. Ну, следующий момент, о котором хочется мне говорить, друзья мои. Вот мы говорили, что нужно сделать шаг навстречу, нужно обнимать ребенка. Стоит разговаривать с ребенком по душам. И надо разговаривать с ним как взрослым, а не с сюсепушечным каким-то языком. Это вот, ну, говорите нормальным языком с ним. Не лебезящим каким-то, не заигрывающим или еще каким-то языком. Понимаете? И, ну, опять, я уже говорил, что задавайте вопросы. Я тебя обидел? Прости меня, я там с пыли. Вот такое случается и так далее. Я тебя очень люблю. Объясните своему ребенку, как важно уметь признавать свою вину. Ну, чтобы, понимаете, когда вы это делаете, впоследствии ребенок научится это делать. Если вы этого делать не будете, если вы будете только на него давить, то потом взрыв будет, конечно, на макаронной фабрике. И потом, когда ребенок вырастет, он будет делать то же самое. Он будет считать себя всегда правым. Ну, там, мужчина всегда прав, или женщина всегда права, мама всегда права, папа всегда прав и так далее. И, ну, а с подростком-то вообще вот так, если вы не будете с ним разговаривать, то с подростком вообще у вас будут очень сложные проблемы. Он просто может куда-то сгинуть, уйти в референтную группу, и вы его можете вообще потерять. Но опять же, вот вы в начале эфира говорили о том, что есть разные подходы на Западе и на Востоке. Мы на стыке находимся. Вы сейчас, я просто слушаю ваши советы, это все-таки модель такая восточная, когда мы хотим, чтобы дети и родители были в близких отношениях. Ну, у нас пока, я же сам будучи тут, живущим в России, я понимаю, что у нас вот есть этот стык опять. Конечно, люди, которые живут в Москве, они более такие просападные. А жители, живущие в Вышнем Волочке или в каком-то городе Чапаевск в Самарской области, то там немножко восточные отношения. Ну, так или иначе, так или иначе, все равно мы должны понимать, ну, опять, я всегда за разговор с ребенком, я всегда за это. Потому что, когда есть царь в доме или царица в доме, то ничего хорошего из этого не выходит. Потому что у нас нет вот этой четкой грани. Вот, понимаешь, если это в Китае где-то или где-то там в восточной какой-то стране, или это Филиппины, или вот, например, в Кении, я рассказывал об этом, что там родители спят на кровати, а дети спят на циновках или на каких-то мешках там из-под крупы какой-то. Почему? Потому что у них такая философия, что я, когда был ребенок, я спал на циновке, я спал на мешке из-под риса, а теперь дети спят. А я уже как родители отдыхаю. Вот там, вот у них там так. Это культурная особенность. То есть не как у нас дети, они где-то вот или наравне, или даже чуть-чуть повыше в некоторых семьях, а дети это где-то вот идут за. И если мы сейчас придем туда со своими разговорами, со своей моделью, вот именно так нужно воспитывать детей, это будет не принято, не понято и так далее. Понимаешь, нужно еще понимать культурный контекст, в котором мы находимся. У нас вот такой культурный контекст, поэтому я начал говорить про стык. Еще было очень здорово, друзья мои, если мы будем разговаривать с нашим ребенком, ну опять по душам, да, мы разговариваем с ним о той ситуации, как она есть, и признаем свою ошибку, ну опять, чтобы ее признать, нужно ее осознать, эту ошибку. Поэтому родители, пожалуйста, анализируйте свое поведение. Пусть оно у вас будет не паттерном, пусть у вас и ваше поведение, но вы будете анализировать, почему вы так поступили. Потому что вы можете просто устать с работы, вам могут накрутить мозги, на вас могут кто-то наступить, как вот в метро, еще что-либо. Вы приходите, вот весь такой возмущенный, эмоциональный, к своему ребенку, ребенок что-то не сделал, о чем вы его просили. И весь этот багаж, накупленный за день, вы просто весь этот трэш, весь этот мусор, который эмоционально у вас есть, вы вываливаете на своего ребенка. И вы вывалили его этот мусор, и потом успокоились. Нет, опять нужно закончить это все, нужно завершить. Мы не можем быть застрахованными от такого поведения, от таких срывов, но нам нужно выглядеть хорошо перед своими детьми и выстраивать с ними отношения. Следующий момент, дайте ребенку своему выговориться. Это важно. Потому что родители обычно говорят, детский лепец, слушать не хочу, подростковые гормоны, туда-сюда, что-то и ты еще в жизни не нюхал. О чем ты мне тут можешь рассказать? Ну, конечно, но вот типа, вот это вот помнишь детское, мирись, 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 и больше не делись, все обнимите друг друга, там поцелуйтесь, там все остальное, за руку все друг друга пожмите и разойдитесь, и все. Подождите, 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 мирись, 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 и больше. Ну, с детьми это да, с трехлетками подойдет. А если это 14-летние, два парня подрались из-за девушки? Я представила, мирись, мирись, мирись. Сейчас 14-летние мальчики выглядят, как, извините, 25-летние мужчины. И делают, как уже 30-летние мужчины. Все уже попробовали, все делают. С ними так не прокатит. Конечно, вы можете свести этот конфликт на какую-то детскую такую струну, но это не покатит. И это не прокатит. Это мирись, мирись, мирись. И, конечно, они из-за какого-то, может быть, ложного или прямого уважения они сделают это перед вами. Но в душе там будет все по-другому. И только вы отвернетесь, это новый драк и новый конфликт. Новый конфликт, или они потом где-то встретятся, и на мечах уже будут выяснять отношения. Поэтому только можно пофантазировать на эту тему. Иногда родители говорят, ну что, ты подулся, ну хватит, ну уже выходи из этого состояния, ну все, малыш мой. Мы начинаем. Потом, когда мы вывалили все, когда мы у нас все перебурливаем, говорят, ну ладно, что ты, ну что ты, обиделся, что ли? Ну что ты? Да ладно тебе, все нормально, я тебя люблю. Ну что ты, ну что ты? Ну давай, что ты? Ну что ты такой? Что ты маленький, что ли, совсем? Что ты уж дуешься на меня? Ну я же хорошая мама, я же хорошая мама. Ну давай, все нормально. Все же нормально. Правильно? Все нормально. Он тебе кивнет голову. Все нормально. Мама пошла там суп варить. У нее-то все нормально. А у ее дитяти, которому 14, не все нормально. У ее дитяти 18 сбежит. У ее дитяти 18 сбежит. Вот. Реагировать на конфликтную ситуацию чем раньше, тем лучше. Реагировать на нее. Не откладывайте ее в долгий ящик, не уходите. Не делайте такой брейк, брейк, какой-то тайм, какой-то перерыв. Не знаю, там, в несколько суток, вот ты сейчас накажешь моим общением, я с тобой разговаривать не буду неделю, а через неделю мы с тобой об этом поговорим. Понимаете, вот как вам сказать, вот проблема, она, как вот условно говоря, она намокает постепенно, и потом уходит на губь, на дно. Она вот намокает, 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 тяжелее, 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 ты шлеп, и она там на дне. И потом уже человек не чувствует тех эмоций еще. У него есть какое-то огорчение, но это все ушло. Раз вы так поступили, два так поступили. И ребенок уже привыкает к вашему поведению. И он на вас, самое интересное, самое трагичное, перестает реагировать. Вы ему по барабану. Он знает, что вы будете орать, вы знаете, что вы будете истерить, у него будет своя генеральная линия, сейчас мама поорет, потом я сделаю все, что я хочу, и у него будет параллельная жизнь от вас, и вы будете абсолютно не понимать своего ребенка. Он выстроит ту модель поведения, которая вам будет удобоварима, когда вы будете заходить в дверь там будет порядок, и он будет как бы писать рефераты и контрольные работы. Как только вы закроете дверь, он включит то, что ему надо, и будет делать то, что ему хочется. И так хочется эту песню спеть. До свидания, мама. До свидания, мама. И будет до свидания, мама. Ну, было бы здорово, если бы вы как-то, ну, учились проявлять свою любовь. Илья, ты знаешь, как проявлять свою любовь? По отношению к детям нет, у меня нет детей. Ну, по отношению к мужу хотя бы, знаешь? Нужно понять, как, вернее, какие мои действия или слова будут сигнализировать ему о том, что я проявляю любовь, потому что он меня может не понять. То есть, если ты покупаешь ему банку зеленого горошка, это проявление любви или нет? Ну, с моей-то странной, может быть, да. Понимаете, я забочусь. А с его стороны это странное. Или гуся ты ему купишь такого копченого? Фу. Нет. Но, на самом деле, я не знаю, как это с детьми работать, но со взрослым человеком это вот эта серия пяти языков любви. Пока ты не поймешь, что человек считает проявлением любви, ты можешь хоть обстараться, я не знаю. Хоть если девушке или там, ну, допустим, девушке нужно, чтобы ее обнимали и говорили, я тебя люблю, а ты ей каждый день розы даришь, на пятый день она скажет, мне задолбали твои розы, ты меня не любишь. А ты такой сидишь и думаешь, я же тебе каждый день дарю цветы, как это я тебя не люблю? Ну, Эльвира, да, Эльвира, она пошла в какие-то высокие технологии супружеских отношений. Вот, пяти языков любви, она тут запомнила. Друзья мои, ну, вот самое главное, что вы должны запомнить в отношении детей, пожалуйста, не откупайтесь, не откупайтесь от своих детей какими-то гаджетами или дорогими подарками. Пожалуйста, я вас просто прошу, проводите с ними время. Для детей это проявление любви? Да, для детей это проявление любви, когда папа с ними куда-то идет. Когда папа с ними идет в кино, когда папа с мамой идут с ними в МАК, когда папа с мамой, они играют с ними вместе, какие-то игрушки, когда папа с мамой вместе там что-то лепят. Вот когда ты качественно проводишь время со своими детьми, когда ты даришь им самого себя. Вот самое ценное – это подарок самого себя. Вот сейчас в семьях вообще тихо. У каждого есть по гаджету или у кого телек и так далее. У каждого в своей комнате или в своем углу, и каждый делает то, что ему хочется делать. Папа в соцсетях, мама в сериалах, старший сын там еще где-то, а младший сын смотрит мультики. Все при деле. И кажется, вообще идиллия. Подождите, подождите. Хорошо, идиллия не идиллия. А если действительно и родителям нужен отдых от работы, от шума, от гамма? Старшему сыну уже нужно свободное время, потому что он подросток. Но младшенький тут не при делах остается, что поделать. Ну, младшенький, я понимаю, что родителям нужно время, но в своем графике нужно выделять время для детей. Каждый день? Каждый вечер? Нет, ну не каждый вечер. У мамы и папы нет, правда? Нет, не каждый вечер. Я не говорю сейчас про каждый вечер, я сейчас говорю о том, что по крайней мере 10-15 минут вот сесть с ребенком, посмотреть ему в глаза и не задать тривиальных дежурных вопросов, как дела в школе, что получил, что не получил, как здоровье и так далее. Ну, дети больше бесит эти вопросы. Все, вот этого не надо. Ну, просто сядь с ребенком, поговори о чем-нибудь. Расскажи ему или спроси его о чем-нибудь, что ты знаешь, что ему интересно. И ты просто с ним, проведя это время, поговори. Понимаешь? Вот смотря ему в глаза. Вот это важно. Потому что для ребенка важно то время, которое ты с ним проживешь. Вместе с ним, а не параллельно. Потому что сейчас в основном это параллельные миры. И очень важно вместе с ребенком, держа его за руку, смотря ему в глаза, проживать это время. В конце концов, я не знаю, пойти помыть своего трехлетнего ребенка, он там будет плавать в пене, а ты будешь там кораблики с ним пускать, да, и делать ему какие-то интересные прически, там, намылив ему голову, там, из пены бороду, что-то еще будешь, сфотографируешь его, покажешь. Вы похохочете, вы стресс снимете. Ребенок снимет стресс. Это будет очень крутое и удивительное время. Хорошо. Еще хочу сказать вам, пожалуйста, отключайте свои телефоны, когда вы приходите домой, потому что, вот, например, шведские власти провели масштабный опрос подростков и выяснили, что 33% детей обижаются на родителей за то, что они даже будучи дома не расстаются со своим телефоном. Это же тема нашего следующего эфира. Как избавиться, нет, как не стать зависимым от собственного смартфона. Вот, и родители зависимы. Дети им в какой-то степени вроде и нужны, и не нужны. То есть телефон должен лежать всегда, вот, всегда. Вот у вас должно быть правило. Вы приходите домой, и вы, вот, кладете телефон куда-то на полочку, все видят, ваш телефон лежит на полочку, и все туда кладут на полочку. Можно ввести... Телефонная корзинка. Телефонная корзинка. Пришли и положили, все. Потом вы дома, там, я не знаю, вы приходите домой в 7 часов, в 7 до 9, там, до 10. И потом, если вам крайне необходимо, вы врач-нейрохирург, то есть врукосрочная операция, вы проверите там свои сообщения, поедете куда-то или так далее. Но дом должен быть домом. И все-таки вот дом, это все-таки семья, это когда мы все вместе, а не когда мы по отдельности. Поэтому с телефонами тоже очень важно. Но было бы очень здорово. И я сейчас вот говорю о том, как вот снизить напряжение в семье для того, чтобы меньше спросить извинения. У вас должны быть какие-то вечерние ритуалы, так их назовем. Ну, это вот, например, я с своим ребенком обязательно, если я дома, не в командировке, я всегда подхожу к старшему, ему 11 лет, и мы всегда с ним там что-то прочитали, поговорили. Это где-то 10-5 минут. Он в кровати уже лежит, я его обниму, я его поцелую, и скажу, все, сынок, спокойной ночи, до свидания. И так далее. Это у нас вечерний ритуал. Раньше я делал это, а сейчас он ложится спать, он в кровати, и он кричит, папа, я уже лег, папа, я лег. И он не засыпает без меня, понимаете? И теперь он мне помогает быть более организованным. Но это тоже лет через 5 уже должно проходить. Вы знаете, это точно лучше, чем я. Но опять у него отложится картинка, как воспитывать своего ребенка. Это очень важно. Это вы правы. Прислал нам слушатель, который подписался когда-то, ребенок. Как же важно общаться с ребенком и строить общий мир, в котором есть не только его сверстники, но и вы, родитель, свояк. Свояк, мне нравится его, свояк. Такой свой человек, свояк. А есть же еще как-то в родственных отношениях. Я правда не знаю, кто его сверстник. По-моему, это вот... В общем, седьмая вода на киселе. Вот если бы у Толи есть брат? Есть. Вот, он свояк. Мне? По-моему, да. Ладно. Ну, можно уточнить после эфира. Я тоже, я себя путаюсь в этих родственных связях, как они все называются. У нас осталась одна минута. Ой, друзья мои, у нас осталась одна минута. Сегодня мы говорили про извинения перед своим ребенком. Друзья мои, даже не раздумуйте на предмет того, стоит ли извиняться или не стоит. Я думаю, что вы ничего не потеряете, если вы будете извиняться. И опять, не просто извиняться формально, а вот так вот глубоко, понимая, за что вы извиняетесь, и объясняя своему ребенку, смотря ему в глаза, говоря ему, сынок, прости меня, я вот здесь вот был неправ. Пожалуйста, прости меня. Вы его обнимаете, вы его целуете и восстанавливаете отношения. Потому что отношения, они должны быть в семье. И когда мы эти процедуры все проходим, эти отношения укрепляются. И вы даете ребенку модель поведения, вы прокладываете ему путь в хорошую, счастливую жизнь. Эфир подошел к концу. С вами была передача «Формула семьи». В студии были Эльвира Чапенко и Юрий Пожидаев. Друзья, любите, цените своих детей и желаем вам с хороших отношений. Пока. Пока. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.